Люди сейчас требуют снижения цен, то есть не повышения цен на электроэнергию. Так получилось, что из-за того, что компания принадлежит России, а Россия практически контролирует все и вся в Армении, экономику и отчасти политику и руководство, они постоянно повышают цены на электроэнергию необоснованно. И теперь в Армении самая дорогая электроэнергия для потребителей во всем постсоветском пространстве. То есть даже в такие страны, как Грузия, Украина, там люди платят гораздо дешевле, чем в Армении. И люди уже просто не приемлют такой ситуации. И вот очередная попытка повысить цены, причем попытка была повысить не на 17%, а гораздо на большую цифру, около 40%, которая потом была под натиском волнений снижена до 17%, но даже это неприемлемо, потому что есть итоги аудита, которые показывают, что огромные прибыли получает эта компания. Не ясно, почему она увеличивается. По нашим законам это повышение должно быть утверждено комиссией по антименомбальной комиссии, по общественным услугам, вернее, и они утвердили вот это 17% повышение. И поэтому сейчас люди постуют, как бы закрыли, перекрыли проспект Баграмяна. Это один из центральных артерий города. Это вызывает довольно большую взволнованность у властей, потому что они знают, к чему это может привести. И они пошли еще на одну уступку, что, мол, мы не будем это повышать за счет населения, а мы сделаем это за счет бюджета. Как будто этот бюджет у них... Ну, они представляют этот бюджет как раз как свой собственный корман, потому что они оттуда кормятся. Но, как бы, люди с этим не согласны и продолжают бастовать. Один раз попытались разогнать. Ну, не попытались, а фактически разогнали на несколько часов и открыли дорогу очень жесткими методами. Это не только водометами, но и по-полицейски штурмовали, арестовывали около 250 человек, поместили в камеры около 10-15 часов, что незаконно. И многие получили ранения, около 25 человек было госпитализировано, 5 было в реанимации. В общем, не очень хорошие последствия были. И это вызвало еще больше нокаут. На следующий день собралось двое больше людей там. И теперь они поняли, что лучше не связываться и не идти на такие действия. Они объявили, что бастующие могут там сидеть сколько хотят. Официально зам префекта полиции об этом объявил. Но и все равно после этого только пошло решение президента, который в принципе не имеет права такие решения принимать, что, мол, правительство будет субсидировать эти повышения. Ну, что касается, чем отличаются эти волнения и эти протесты от того, что случилось на Майдане. Понимаете, там на Майдане была ситуация более политизированная. Здесь руководят процессом гражданские активисты. И они всячески пытаются держать вот этот процесс вне политического поля, вне партийного поля. Не подпускают ни одного политического лидера туда, к мегафонам, микрофонам, на площадку, да. Чтобы, мол, это не вызвало, отрицательно не повлияло бы на конкретный вопрос, который они хотят решить, то есть на повышении всех. Но я думаю, что они, те, во всяком случае, организаторы, которые сейчас уже отказались от руководства движения, потому что, ну, я думаю, на них сильно надавили власти, и они как бы пытались убедить этих людей с проспекта Баграмяна уйти на площадь Свободы. То есть более такое местечко уединенное вдали от транспортных артелей, чтобы не мешать движению, и чтобы уменьшить влияние фактически этого процесса. Но я думаю, что то, что мы увидели, то есть люди не пошли за ними, очень маленькая часть народа пошла за ними, и остальные остались на проспекте и продолжают там сидеть, это показывает, что процесс контролируется не организаторами, и не тем более властями, а именно народом, тем народом, который там собрался, и это внушает какие-то надежды. Есть какое-то воодушевление у людей, что они смогли преодолеть какие-то барьеры, реальные барьеры, что власти пошли на уступки. А самое главное, что это как возрождение, гражданское возрождение, потому что каждый раз после выборов, когда власти фальсифицируют их, и захватывают власть, и перерождаются в новом качестве, у людей все больше и больше увеличивается апатия, что они отчуждены от правления собственной страной, они отчуждены от всех общественно-политических процессов, и есть только группировка, клан, которая постоянно перерождается и захватывает власть во время выборов. Но сейчас люди увидели, что все-таки воздействие на них, на эту коррумпированную власть со стороны общества гораздо более сильнее и гораздо более результативнее. Вот так, посмотрим, к чему это приведет. Довольно непредсказуемые процессы. То спадает волна, то усиливается, но еще ничего не окончилось.